Уже стала традицией начинать Новый год столицы Чувашии яркими, необычными, интересными событиями, такими как фестиваль шотландской культуры. Мастер-класс по народным танцам – его неотъемлемая часть. Училась танцевать вместе со всеми и Юлия Важенина. Легкие, четкие и яркие – так в трех словах можно охарактеризовать шотландские танцы. Они упоминаются еще в летописи 13 века. Их исполняли на свадьбе короля Александра Третьего. С тех пор многое изменилось, но характер танцев остался прежним, простым, но очень динамичным. Танцуют их под волынку. Эта многовековая традиция сохраняется и сейчас. Хейли, скоттиш-кантри-дэнсинг, Хейланд, скоттиш-нэшнл, скоттиш-степ – вот пять основных направлений шотландского танца. На мастер-классе изучали самый простой – Кейли. Не удержалась и тоже решила попробовать выучить адынородного танца Шотландии и наша съемочная группа. Мы делаем шаг правой ноги, левую приставляем и еще раз шаг с правой ноги. Дальше нога меняется, левая вперед, приставили вперед. А теперь мы это сделаем чуть-чуть в динамике и встанем в позицию алимант. Правая ручка у кавалера поднимается наверх, заводится за голову. Вот эта вот позиция, мы на шагах, которые сейчас изучили, сделаем такой полукруг. Ну, давайте попробуем. Попробуем, да? Да. Отлично. И раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три, пять, два, три, шесть, два, три, семь, два, три, восемь, два, три. Отлично. Отлично. У вас хорошо получилось. Спасибо. У Полины Парфентьевой серьезная танцевальная подготовка. Она 8 лет занимается эстрадно-спортивными танцами с элементами гимнастики. Основы шотландских освоила легко. Мне очень понравилось. Еще, если будет возможность, я обязательно поучаствую в таком. Шотландские танцы, они более простые, легкие, народные. Поэтому их танцевать вообще, ну, можно сказать, раз плюнуть. Вот уже восьмой год подряд в столице Чувашии в январе все желающие танцуют шотландские танцы. С каждым годом участников все больше. Возможно, это потому, что шотландский танец слегка напоминает чувашский. Всегда стараюсь искать схожие моменты в танцах. В том числе я часто сравниваю чувашские и шотландские танцы. Во многих, скажем так, нюансах я вижу то, что они похожи. Мы иногда любим веселиться, да, вот слышим какую-то чувашскую, допустим, танцевальную какую-то мелодию, да, и танцуем шотландские движения. Заверение, что шотландские танцы очень хорошо ложатся на чувашскую мелодию, мы решили проверить лично. Вот так выглядит народный танец Шотландии под родную музыку. А вот что происходит, если мелодию заменить на чувашскую. Как видите, в чувашском и шотландском танцах и правда есть нечто общее. Те же удары ногами, быстрый темп, веселая музыка и, конечно, позитивный настрой. Юлия Важенина, Рассель Мухаммедов, Республика.